Тержава хвиля, протесты у десла до Казахстана. Народу чего-то надо, чем ты недоволен. Все зависит от властей. Если власти будут примерно как у нас, последствия будут примерно как у нас. Стрельнули с оружием в солдата. Кровь идет на него. В Казахстане начались протесты из-за цены на газ, которые превратились в беспорядки, захваты админзданий. Что думаете об этом? И слышали ли? На самом деле я понимаю, почему народ так делает. Потому что все эти ограничения не сосредоточены на то, чтобы улучшить ситуацию с ковидом и всем остальным. А на то, чтобы просто контролировать лучше людей. И все. Думаю, что очередная хвиля протестов дошла до Казахстана. Насправді это законодательность. Наслідки тут могут быть разные. У нас были наслідки, которые вы видели. Частую негидников, частью переконания людей реализовалась. Я не знаю, как казахский народ себя ведет. Если будут ним маніпулювать, прийдут к владе негидники, будет примерно как у нас. Если более-менее нормальні люди прийдут, то не дадут негидникам скористатися. Но будет у них новый этап в житті. Але легко не будет им, я думаю. Тому я им не завидую. Но это экономенность. Я не могу сказать, потому что я не в курсе. Если бы я был в теме, я ответил бы, а так. К сожалению. Если бы я был в Казахстане, я бы что-нибудь, наверное, сказал. А так, ну не знаю, если будет так, как в Белоруссии полиция, плохо. А так, наверное, народу что-то надо, чем-то недоволен. Ну, меня в комментариях. Чув сьогодні через телебачення, данную информацию. Ну, я не думаю, что народ, який хочет жить вільно в своей стране, незалежно. И быть народом, он мает право на свое висловление. Когда его пристекают, пригнобливают, зневажают, это уже не народ. Но мы должны двигаться вперед. Я прекрасно понимаю, что надо молодые вступать вперед, но могут прислушаться до тех, кто... квалификованных людей, специалистов, которые фундаментально знают политику кадровую, экономическую, политическую. И дальше здесь что-то рухать вперед в страну. Если только я хочу, мы все хотим, но не все можем. Нет, честно говоря, нет. Но знаю, что в Белоруссии происходит, про Казахстан перерослышан. Но я не сильно слежу, наверное, в последнее время за нас сегодня. Но я считаю, что это ни к чему хорошему, это никогда не приводит. В любом случае есть какие-то наследствия, только люди страдают, а все это заколачивает, по сути. Кто-то выше, непростые. Вот такое мнение. Но на самом деле, обширное мнение. Слышали ли о протестах в Казахстане? Слышал. Как относитесь? Отрицательно. Почему? Ну, потому что еще одна страна, еще один Майдан. Как это можно относиться позже? Какие, думаете, будут последствия в итоге? Все зависит от властей. Если власти будут примерно как у нас, последствия будут примерно как у нас. Знаете, как в Белоруссии произойдут? Последствия будут как в Белоруссии.